В конце минувшей недели Федеральное информационное агентство распространили информацию о том, что севастопольские школы не готовы к началу учебного года, не приняты органами МЧС. 31 августа, накануне начала учебного года, мы решили поинтересоваться, как обстоят дела с пожарной безопасностью в школах. В Севастопольском управлении нашей съемочной группе заявили, что на сегодняшний день акты приемки уже подписаны, все 68 городских школ могут принимать учеников. Нашими сотрудниками в течение всего месяца проводились практические занятия с персоналом, с педагогами. В сентябре, с началом учебного года будут проводиться занятия практически с детьми по организации эвакуации людей. То есть персонал знает, как действовать, обучен. Все прошли инструктажи. Поэтому на сегодняшний день школы вполне готовы. Вместе с тем, в Севастопольском управлении МЧС подтвердили, что в школах решены еще не все вопросы, связанные с безопасностью. В частности, пока не установлены системы автоматической пожарной сигнализации, необходимы по российскому законодательству. Правительством города обозначен предельный срок завершения работ до конца года. Сорвать учебный год, сказать, что давайте мы до конца года закроем школы и не будем обучать детей, вы поймите, что какой-то будет социальный взрыв. Но помимо этого, мало того, что деньги выделены, но и нами, департаментом образования, проводятся компенсирующие мероприятия дополнительные. То есть безопасность детей в школах будет обеспечена. Напомним, деньги на обеспечение в школах пожарной безопасности, 300 миллионов рублей, поступили в Севастополь в мае этого года из федерального бюджета. Правительство города внесло в законодательное собрание предложение освоить эти средства без проведения конкурсных процедур на определение подрядчика. Прокуратура Севастополя усмотрела в этом коррупциогенный фактор. Депутаты настояли на соблюдении общепринятых норм освоения бюджетных средств. В данный момент договоры на проектирование систем пожарной сигнализации в школах уже заключены.